Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как вы видите на экранах, на данный момент у меня есть возможность забрать Шкоду Т-45 в ивенте Луна в фазе, соответственно, Шкода Т-45. Я, по моим подсчетам, провел на двух суммарно стримах 5,5 часов, ну а если это считать в световых днях, то я за один день с момента начала ивента, в этот же день, прошел полностью весь ивент и заработал возможность забрать эту Шкоду. Я сейчас это сделаю, ну и, соответственно, будем с вами заценивать танчик по его характеристикам и посмотрим на него в бою. Погнали! Забираем танчик. Радость неимоверная, кучу времени на это уграл и, честно говоря, мне даже был этот процесс приятен, потому что в ивенте необходимо было просто побеждать, ну и, честно говоря, это гораздо лучше, чем все, что могли придумать другое что-нибудь разработчики. Итак, ребята, смотрим на технические характеристики танка. Все заценим в бою, как обычно, смотрим исключительно на его орудие, а оно собой представляет орудие с перезарядкой в 6, простите, в 5,66, то есть неполных 6 секунд. Время сведения великовато, как я понимаю, но это заценим непосредственно в бою. Разброс плюс-минус по цифре божески, опять-таки в бою посмотрим. Урон в минуту 227, то есть будем говорить 2230 для седьмого уровня, согласитесь, довольно классная циферка. Пробитие 175 единиц маловато, маловато, но в пределах тоже разумного, хотелось бы чутка побольше, где-то хотя бы под 180-190, чтобы было, но уже как-то приятнее было бы. Зато есть кумулятивные на 243, у которых не сильно падает альфа, то есть получается альфа на базовом снаряде 210, а на кумулятиве голдовом 190. То есть, в принципе, вы практически ничего не теряете по средней альфе, зато существенно увеличивается у вас возможность пробить врага. Что же касается углов сведения вниз, минус 7, вверх плюс 15. Вверх не обсуждаем, минус 7 вниз, это, честно говоря, ну, маловато. Хотелось бы хотя бы там минус 8, да, я понимаю, что торгуюсь за каждый градус, но все равно, согласитесь, минус 7 вроде бы должно смущать. Но есть в этом и, в принципе, рациональность со стороны разработчиков, потому что вот так вот танчик в башню прошить очень сложно, здесь очень много брони, ну, прям вот совсем много. На вот этих двух скосах вот здесь есть такие, ну, вот, защерблено, да, и потом потек вот этот вот. Короче говоря, вот здесь вот вообще довольно классная броня, она гораздо выше, чем заявлено в технических характеристиках. В технических характеристиках по башенке, давайте посмотрим, 80, но по факту здесь вот, когда вот эта вот часть, она больше сотни. То есть 80, это вот все вот это вот, ну, не считая тылки, тылка там еще меньше. Вот это вот, вот это вот, и опять-таки до, грубо говоря, вот этой вот части, вот это все идет вот здесь, 80, дальше больше сотни. Короче говоря, вот так вот, вот здесь выселить очень сложно, очень маленькая такая вот там зеленая зона, в которую пропасть, ну, тяжеловато. Конечно, маска орудия крайне крепкая, вот эти углы, они обалденно добавляют, мало того, что здесь толщина брони уматовая, так еще и есть скосы. Короче говоря, вот от башни играть на нем самое то, именно поэтому ему и порезали возможность играть от башни, то есть не дали ему сильных углов склонения. Что касается брони здесь, броня здесь, в принципе, есть, она играбельная явно. Сейчас будем заценивать в бою, я это знаю только по техническим характеристикам и о том, что я, ну, потому что я посмотрел в специальном приложении. Ромбовать, как я понимаю, тоже будет получаться. Единственный косяк в этом танке, это его нижний бронелист. Вот сюда будут шить прям вообще на ура, потому что здесь брони практически нет. Поэтому прятать бронелист, ну, и отыгрывать как-то от корпуса, соответственно, отыгрывать как-то от башни. Ну что, ребят, обсудили кратенько вопросики, давайте теперь быстро я себе вот это все дело меняю на то, как мне это привычно. Я постараюсь это сделать максимально быстро. Я докупаю себе амуницию, я докупаю две канистры и то, что мне ускорит перезарядку, я добавляю, как я люблю говорить, голды от балды. Немножко кинем фугасов на всякий случай, применяем. Вот здесь открываем все, что можно пооткрывать, дальность здесь мы увеличиваем. Так, вот по броне или по хп? Ну, хп добавляется 96, ну, такое, не знаю. Я бы все-таки брони, наверное, ему добавил. Ну, хотя броня, в принципе, и так есть. Ладно, хорошо, пусть будет пока броня, там дальше разберемся. Здесь явно маневренность, здесь вот так, вот так, вот так. Ну, и получается все, ребята, мы все зарядили, камуфляжик на него оденем. Нет, не хочу, тоже не хочу. Короче, давайте заценим без камуфляжа, дабы время не тянуть, а камуфляжик одену на него чутка позже. Погнали в замес. Ребят, пока мы запрыгиваем в бой, вот здесь внизу желтый шильдик. Я думаю, многие из вас знают, что с ним можно сделать. Наводите на него мышку, нажимаете в один клик кнопку подписаться, и вы становитесь постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно, просто-таки безумно благодарен за подписочку на канал. Это добавляет жизненных сил моему каналу, и, соответственно, помогает продвигать мне мой канал на просторах Ютьюба. Также буду вам огромную благодарность иметь за то, что вы не только подпишитесь на канал, но и поставите лайк данному видео, напишите комментарий со своим каким-то субъективным мнением по вопросу, который в данном видео обсуждается. Ну, короче говоря, за любую вашу активность в отношении моего контента я буду вам безумно благодарен. Спасибо вам за благовременно. Итак, что касается подвижности. Подвижность типично тяговая такая вот, ну, тяж есть тяж, и, честно говоря, как-то вот тяж, он прям чувствуется. Вот, опять-таки, наша Шкода. Вот так мы выглядим для... Вот, пожалуйста, нижний бронелист, то, что я говорил. Сами для себя вот так мы выглядим в прицеле. Шкод становится по чутку все больше и больше. Точность на дальнем расстоянии, согласитесь, довольно неплохо сейчас залетела, но является ли это аксиомой, это мы посмотрим чутка позже, потому что по одному шоту заценивать не совсем будет честным и справедливым. Вот то, что я говорил, отворачивать башенку не советую, потому что башенка в отвернутом состоянии, но довольно-таки легко пробивается. Так, в целом, броня у танка есть, подвижность у него такая себе. У меня, честно говоря, такое впечатление, что я играю то ли на каком-нибудь ИСе, то ли на каком-нибудь КВ. Вот как-то так я бы это охарактеризовал. Двоих наших слили, но тут же вопрос сейчас не в нашей победе в данном бою, а заценить машину. Ну и, в принципе, я могу сказать так, пока мне все нравится. Да, очень непривычно, орудие перезаряжается быстро, я еще не привык к скорости перезарядки, все не понимаю, перезарядился я или нет. Точность орудия. Ну, все-таки, ребят, смотрите, я кидал шоты и не то чтобы плюс-минус, а практически в то место, в которое сводился центр моего прицела, ну, указывал, точнее, центр моего прицела, туда летели снаряды. Снаряды. А значит, орудие можно смело называть точным на средних и дальних расстояниях. Так, приехали братки меня разбивать. Не сильно мне хочется, чтобы меня сейчас вынесли. Попытаюсь что-то поделать, будут меня пробивать. Ну, короче говоря, раздолбали меня просто потому, что окружили. Итак, по туше нижний бронелист однозначно прошили. Ну, а по бокам, понятное дело, что прошивали. Но заметьте, рикошетов, в принципе, ну, достаточное количество, ребят. Я не могу сказать, что танк прям картонный. Нет, броня в нем есть. Просто надо стоять либо в прямой проекции, либо немножко ромбовать. Однозначно, когда ромбуешь, ствол поворачивать прямо к врагу, для того, чтобы башню не могли пробить. Ну, вот сюда пытались куда-то выцелить. И прячем, прячем нижний бронелист. Однозначно нужно прятать нижний бронелист. Потому что, как я понимаю, это ахиллесово пята танка, если не считать того, что его прошивают сзади в корму. Так, сейчас чутка поменьше поговорим про танк. Поехали. Чутка больше попытаемся отыграть. Поеду я, как ТТ, встречу своего собрата. Кто там против меня? Сорок пятка. Ну, окей, хорошо, потанцуем. А вот и сорок пяточка заехала. Рикошет. Рикошет. Но, в целом, в него я попал. И, смотрите, практически без сведения. То есть, сведение у меня только начало прогружаться. Я сделал шот, и в танчик, в принципе, прилетело. Просто, что у него броня такая довольно интересная. Там только стык бронелистов нормально просматривается в прицеле. Сведение, да, ребятки, сведение долговатое. Тут, как бы, циферка абсолютно не врала. Вот бывает такое, что кажется, что сведение должно быть унылым. Но, в целом, оно нормально просто отыгрывается. Но здесь же, все-таки, ребят, сведение... Да, подкачивает, конечно. Ну, давай, вылазь. Обменялись шотами. Я ускорюсь. Для того, чтобы хотя бы... Ну, не в минус по размену пойти. А что, если мне попробовать сейчас немножко ромбануть? Вот, пожалуйста. Ромб дает свое. Ромб дает свое. Короче, ребят, прячьте, как я уже сказал, нижний бронелист, и будет вам счастье. Потому что, если вы его не прячете, будет несчастье. Куда пробили? Ну, нижний бронелист. Нижний бронелист. Вот его, блин, я так понимаю, будут любить все, кому не лень. Так, вот так ты, мой нижний бронелист, друг, явно не видишь. Я так понимаю, что есть там... Остался я один. Косанул. Косанул. Это я косанул, ребята. Вопросов нет. Так, ну, в корму разбирать будут. В корму уже приехали. Я так понимаю, что в целом танковать тут мне танкуй, не танкуй. Все равно вынесут меня гуслями вперед. Да, вынесли, ребят. Вынесли. Так, смотрим результаты боя. На первые результаты боя я не посмотрел. Пробничек был, да и разговаривал. Я больше, чем сосредотачивался на самом процессе. 2000 урона. Я бы сказал, это неплохо. Мы держали фланг. Если бы союзники там, ну, справились на своем фланге, мы эту ТТ-шку выдержали. Дальше бы мы, в принципе, могли дальше прорваться. Ну, и поехать. Мы на первом месте по урону с 600 единицами урона отрыва от второго в нашей команде. От Хеллкета. Ну, я считаю, что в целом довольно неплохо. Что касается фарма, вот он фарм 30 тысяч серебрухи. Если посмотреть, бустеры у меня не включены. А что касается... Я вот только единственное не посмотрел. А, ну медальки же быть не может, мы же проиграли. Все, тогда, ребят, вот он. Закатываемся в третью катку. Еще раз смотрим на этот танчик. Ну, и потом подбиваем итоги по данному танчику и обсуждаем, что это за машинка, что за зверь такой. Ну, и насколько он там прикольный, фановый, не фановый и так далее. Так, ну что, полетели? Ну, правда, да. Полетели с его мобильностью, конечно, это слишком громкие слова. Я поеду сюда в парк, попытаюсь отыгрывать конкретно от башни. Причем поставиться прям совсем в прямой проекции, даже корпусом попытаюсь к врагам. Я уверен, что здесь ттшки будут. Дело в том, что если в бочину явно будет прилетать, то в этом парке есть возможность отыгрывать от холмов, как-нибудь вот так вот становиться. Поторопился я, но, в принципе, торопился осознанно, исходя из того, что по-другому просто шансов вообще не было никаких. Так, ну, вроде бы и собирался здесь отыгрывать, а с другой стороны делать здесь, получается, больше нечего. Ттшки сами там разбираются. Попытаюсь объехать, зайти как-то, может, с тыла, я не знаю. Так, кромвеля забрали. Слушайте, ну вот пока меня смущает две вещи в этом танке. Это его скорость, я имею в виду скорость, маневренность через дробь. Второе, что меня смущает, это меня смущает все-таки время сведения. Отыгрывать на данном танке на дальних расстояниях, я так понимаю, будет крайне уныло и крайне неприятно. Альфа, ну, такая, посредственная. Но со скоростью перезарядки в целом ничего удивительного. Что такое, эльфой нас наградили. Так. Не хватает, конечно, да, не хватает ему поворотливости, не хватает ему скорости, не хватает мобильности. Так, ну что, я остался один, я фуловый, но сдается мне, что мне это особо ничего не зарешает. Есть у меня такая чуйка, ребят, что это будет тоже проигрыш. И получается 3-0. Не в мою пользу явно. Нижний бронелист, нижний бронелист. Да, жалко, ребята, жалко. Ну, в принципе, танчик сопротивляться может. То есть, чтобы сказать, что он прям совсем беспомощный, нифига, он не беспомощный, он красавчик, он молодец. Итак, ребят, давайте смотреть на результаты боя и параллельно обсуждать данную машину. Результаты боя 1230 единиц урона, 3 фрага, 3 фрага исключительно благодаря быстрой скорости перезарядки, скажу откровенно. Мы, опять-таки, не ушли в минус, это уже приятно, но и не особо нафармили. Второе место в команде по урону с несущественным отрывом второй Шкоды, но только Т-25. Давайте теперь суммировать. Короче говоря, машинка, в принципе, как для халявы, очень даже годная. Вопросов к ней по данному моменту абсолютно никаких нет. Что касается плюсов. Плюс это живучесть машинки. Если прячете нижний бронелист, вот так броня сверху очень даже годная, очень даже классная. Корма бока шьются, ничего удивительного. Однозначные плюсы. Скорость перезарядки и хороший ДПМ. Ну, помимо бронирования, да, Танчика. Однозначные минусы. Не очень хорошая мобильность, потому что скорости и динамики вот в разворотах и во всем остальном Танчику очень не хватает. Хотя в целом плюс-минус, я уверен, что к этому можно привыкнуть и, соответственно, приспособиться отыгрывать данную машину. Вторым однозначным минусом является время сведения. Точность орудия, я бы сказал, хорошая. Когда сведетесь, ну, совсем красота. Но что касается в целом сведения, сведения очень великовато, честно говоря. Углы склонения, ну, я бы не сказал, что они мне там сильно что-то зарешали. Особо заценить там в бою не сильно получалось. Но вот когда я в втором бою бодался с 45-кой, то в целом углов склонения мне хватало. Хотя 45-ка находилась ниже меня. Я мог выцеливать и кепку. Ну, мне легче было кепку выцеливать, но мог опускать орудие и ниже. Вот какой-то такой этот товарищ, этот Шкода Т-45. Для халявы просто супер. Что касается ценника за голду, честно говоря, я бы подумал, я бы не отдал за эту машину больше 6 тысяч золота. Но это мое скромное мнение, субъективное. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях. На данный момент у меня все. Это был обзор Шкоды Т-45, который вы можете бесплатно абсолютно получить в ивенте, просто делая 45 побед за 5 дней. Всех благ, всего хорошего, успехов вам в открытии этой машины в вашем ивенте. Мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова